В Тихвине в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями трейдя осваивают современный метод оздоровления – ипотерапию. Делаем красивый самолет. Красивый самолет. Четыре, пять, шесть, семь. Руки за головой. Голова смотрит вперед, локти расправляем. Дина и Зефир – любимцы воспитанников центра. Даже имена для них они придумывали сами. Вася в седле уже два года. Лошади помогают ему справиться с тяжелой болезнью. И дарят положительные эмоции. Я потом буду ухаживать до лошади, и я вот этим буду работать. Ипотерапию в центре практикуют уже несколько лет, но только недавно здесь появились свои лошади. Дина и Зефир – башкирской породы. Ее представители, говорят специалисты, терпеливые. Сейчас сотрудники учреждения развивают новое направление ипотерапии. Мы хотим продолжить реабилитацию в службе ипотерапии с использованием именно каких-то предметов ухода, кормления за нашими лошадками, чтобы у ребенка развивались равновременно не только двигательные навыки, а еще и развивались коммуникации, чувство эмпатии и также чувство заботы о животном. В седло ребят сажают не сразу заниматься. Они начинают в центре на специальном тренажере, а уже совершенствуют навыки верховой езды на свежем воздухе в сосновом лесу, что, по мнению врачей, вдвойне полезно. Сначала он садится, ну, как мешочек такой, то есть не осознавая, что это лечение, что это идет реабилитация. По истечению трех месяцев у ребеночка уже появляется осознанность, а кроме этого появляется осанка. То есть идет укрепление всего позвоночника, пропадает страх при занятии с животным. Чтобы лечение было комплексным, приятное совмещают с полезным. Пока юные пациенты наслаждаются верховой ездой и делают несложные физические упражнения, приглашенные дефектолог, к примеру, учат с ними стихи. Эльмира Низамова, Кирилл Титов, Марина Серебренникова, Последнее известие, Тихвин.